Вы являетесь фанатом игры Vault of Tanks и все время рубите свои танки? Друзья мои, вылазьте из компа и купите себе танк на радиоуправлении. Вы можете устроить реальный бой с инфракрасными пушками и рубиться с друзьями в реальности, а не в виртуальности. Ну, конечно, виртуальный танк никто не отменял, но как разбавить свои повседневные игры, можете с легкостью. Итак, представляю вам Тайген Т-34-85 танк у нас. Это не тот Тайген, который был до этого, это другая версия, это версия дороже и это версия крутая. Стоит на текущий момент он 25 тысяч рублей, в комплекте мы получаем инструкцию по эксплуатации. Мы получаем, давайте, аккумулятор, гидридный аккумулятор, 1700 мАч, 7,2 вольта. Но такой аккумулятор надо менять, на самом деле его надолго не хватит, нужно немного модернизировать. В комплекте мы также получаем, сейчас будем смотреть, что здесь у нас. Так, запасные части для гусениц, масло для нашего дымогенератора, здесь установлен дымогенератор. Трос, ну это так, для копийности, наверное, хотя можно что-то и тянуть. И какие-то копийные детальки, я так понял, но посмотрим, что это такое. Мы получаем в комплекте инфракрасную пушку. Имея два таких танка, вы можете сражаться в боях. Имея 10 таких танков, будет вообще весело и реально устроить бои, как в игре World of Tanks. Так что смотрите, бои скоро будем проводить, поэтому не пропустите. Вот такой вот инфракрасный приемник. Ну, вроде как можно даже на улице рубиться. В принципе, в солнечную погоду вроде все нормально ловит. Вот, учитывая, что здесь инфракрасное. Зарядное устройство для нашего аккумулятора гидридного, ну, заряжаться, наверное, будет долго. Да, будет, часиков так, это 5-6 будет заряжаться, поэтому рекомендую менять. Ну, если вы уже заняты моделизмом, у вас наверняка есть липоаккумуляторы, есть нормальная зарядка и у вас с этим проблем нет. Так, давайте, сам танк упаковано все достаточно добротно. Он сам уже весь в пупырчатой пленке и достаточно тяжелый. Да, а если сюда поставить еще хорошенький добротный аккумулятор, то будет еще тяжелее. Вот такое вот. Так, сейчас я, конечно, играю в World of Tanks, нечего скрывать, да, но как выглядит 100% Т-34-85, я не знаю. Эксперты, оцените в комментариях, идет ли это полная копийность или, как в случае с Пантерой, там Пантера не Пантера, ну, возможно, не было возможности, нельзя полностью сказать. Копировать танк, да, в плане, что это запрещено, скорее всего. Скопировать-то можно легко это все сделать. Китайцы вон в Porsche Cayenne копируют. И аппаратура управления. Так, где стики? Стики внутри. Все, стики нашел. Все, здесь больше ничего нету. Осталась пустая коробочка. Итак, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Очень копийная решетка сзади. Откуда выходит дым, мы сейчас узнаем. И давайте, наверное, будем включать его. Во-первых, для питания нам потребуется установить стики. И минус, который мне не нравится, это то, что здесь нам потребуется 6 пальчиковых аккумуляторов. Вот это я понимаю. Вот это система. Понимаете, на прошлом Тайгене, который был до этого, там открывалось все сложнее. Чтобы снять вот эту вот, скажем так, верхнюю крышку, да, нам приходилось откручивать 6 винтов, по-моему. Здесь все это делается одной защелкой. И вот так вот выглядят у нас внутренности данного танка. Но, к сожалению, не могу вот я дальше чуть-чуть отклонить. И аккумулятор здесь устанавливается внутри. Он не ставится, как на том танке, снизу. То есть, вовнутрь просто поставили и все. Так, что здесь у нас металлическое? Значит, все днище у нас металлическое. Металлические редуктора идут. Здесь вот перемычка еще металлическая. Сверху у нас корпус пластиковый. Башня должна быть металлическая. У башни возможность поворота на 360 градусов. То есть, не так, как на том Тайгене. По-моему, было 270, и потом нужно было крутиться в другую сторону. Здесь это можно сделать уже на 360 градусов. То есть, все достаточно реально. Еще, что мне нравится, это то, что данные танки вообще очень хорошо дорабатывают люди. То есть, здесь стоит 1700 мАч, аккумчик. Но есть умельцы, которые с легкостью располагают здесь большие аккумуляторы. Там, пятитысячники, липа. И гоняют на них долго, там, час. Еще основной плюс. То, что магазин Хобби Остров, собственно, где приобретался данный танк, очень плотно работает вообще с этими танковыми компаниями. И все эти доработки отсылаются на завод. И тем самым завод постепенно модернизирует свои танки. То есть, моя версия пока еще выполнена с установкой маленького аккумулятора. А следующие версии уже пойдут с установкой большого аккумулятора. То есть, переносится звуковой модуль, переносится кнопочка on-off, которая здесь, как видите, расположена внизу. Это немного неправильно, да? И они ее переносят вот сюда, вот куда-то спереди в люк. То есть, открывается люк, и здесь мы уже включаем. То есть, вот это основной плюс, что магазины работают с заводами. И получая реальный отзыв от покупателей, танки модернизируются. Они выпускаются одно и то же, там, пять лет, да, подряд. То есть, есть какие-то минусы, есть какой-то тюнинг. И тем самым все это можно модернизировать прямо на заводе, а не колхозить потом самим. Я сейчас не помню уже, за что отвечают у нас. Так, это у нас on, это on. Заводись! Нет, не заводись. Заводись! Нет, не заводись. Вот он завелся. Громковато. Я убавлю звук, иначе очень громко для меня здесь получается. Так, значит, поехали. Очень плавный ход. То есть, я, смотрите, еду, еду, прямо медленно-медленно могу ехать. Реально круто. Очень здорово. Можно повернуться. Сюда повернуться. Башня. Проверяем 360 градусов. Это у нас пулемет. Как видите, башня вращается на все 360. Так, у нас тут инфракрасная пушка. И в этом танке при выстреле идет как бы отдача, но отдача идет в дуло. То есть, смотрите. Видали, да? Дуло откатывается назад и возвращается. Выглядит реально круто по сравнению с тем, какой был до этого танк. Естественно, пушка у нас опускается вверх и поднимается вниз. Ой. Поднимается вверх и опускается вниз. Майна, Вира, короче. И башню можно вращать в другую сторону. Любую. Здесь у нас сзади установлен дымогенератор. То есть, вот отсюда идет дым. Но, может, маслица маловато. То есть, очень-очень... Очень-очень мало дыма сейчас. Так что, надо будет добавить. Ну, в следующий раз сейчас я его открою. Попробую добавить. Естественно, во время движения мы можем как ехать на танке и автоматически там крутить башни. Можем даже стрельнуть в этот момент. В общем-то, все как на настоящем. Стреляем, включаем пулемет. Во время пулеметчика у нас здесь загорается светодиод. И спереди у нас фонарь светодиодный. Зачистку проведем. Нет, там не будем проводить зачистку. Поднимаем. Прямо дымогенератор работает и запах идет. От него. Так, давайте вырубим его. Возможность установки сюда модуля инфракрасного боя. Поэтому ждите. Постараюсь. Я сейчас всей тайны не раскрою, какой танк сейчас будет у меня следующий. После этого. Но это будет реально круто. И вам, друзья мои, должно быть понравится. Поэтому подписываемся и ждем новый выпуск про кое-какой танк. Вот так вот устанавливается у нас инфракрасный модуль. И вы можете устраивать реальный бой своими друзьями. И я думаю, это будет круто. Поэтому посмотрим. Итак, вот она эта пантера, которая у меня была до этого. Основные отличия здесь в том, что данный танк практически весь металлический. А это полностью пластиковый. Здесь пластиковая башня. Здесь у нас металлическая. Здесь у нас отдача дула идет. Здесь отдача идет танка. Дула, я считаю, круче смотрится. Как видите, снизу он полностью пластиковый. Гусеницы металл. Здесь гусеницы тоже металлические. Снизу полностью металлические. По увесистей. Чем увесистый танк, тем круче. Проходимость будет лучше. Поэтому можно его еще нагрузить чем-нибудь. Но здесь у нас комплектация для инфракрасного боя. Соответственно, здесь у нас комплектация для пулек, скажем так. Стрельбы из пулек. Стреляет очень круто. Метров на 15 берет. Здесь у нас металлический амортизатор. То есть подвеска здесь немного другая идет. Но посмотрим. Надеюсь, здесь не будет у нас гусеница слетать. Потому что у этого проблема постоянно слетает гусеница. И приходится ее поправлять. Плюс у этого просто быстрое открывание крышки. Это невероятно вообще сделали. Потому что в том, чтобы куда добраться, это была целая проблема. Вот. То есть все. Установлено здесь два корректорных мотора. Потому что два редуктора идет на правой или левой гусенице. Дымогенератор у нас. Это у нас башня. Поворот башни на 360. Здесь на 270. Гранус это уже не столь реалистично. Вот. Ну и это получается какой-то копейный, знаете. То есть когда металлический, мне кажется, он круче. Кстати, прорисовка маленьких деталей. Ну, в принципе, на этом тоже очень хороша у Тайбенов. То есть с Хэм Лонгом сейчас не сравниваю. Эти танки как-то мне не особо понравились. Поэтому Хэм Лонг я изжег в пересъемке сериала. Так, в общем-то, вот такой вот танк получается. Люк передний здесь открывается. Кстати говоря, вот сюда можно перенести кнопочку включения. Чтобы была не снизу где-то. Но хотя снизу она может и не мешает. Она все равно заподлицо с днищем идет. Так, и закрываем корпус легким движением. Круто. Так, давайте-ка мы устраним конкурента. Кампература включена. Сейчас кнопочку нащупаю. Он-Офф. Он-Офф. Вот она. Так, светились. Заводим. Заводим танка. Долго соображает у нас. Не заводится. А что не заводишься-то? О! Но движение перебать не сразу. То есть, много сейчас появилось. Так, танку резина. Конкурент, конкурент. Давайте мы тебя устраним. С инфракрасной пушкой устраним конкурента. Можно даже сделать так вот. Тяжелованно. Очень скользко. Высказайте сами. Тяжелованно. Танцы это круто реально Вот, но дымогенератор конечно не супер видно, то есть я его чуть-чуть заправил, но дыма хочется больше, чтобы прям коптил оттуда, но запах такой появляется все равно, это как бы классно Вот, друзья мои, значит давайте проведем какой-то тест драйвик потом данного танка, посмотрим как он ездит по каким-нибудь препятствиям, надо подумать Вот, ну если не получится что-то нормальное наснимать, тогда сразу перейдем к другому танку Х и потом устроим уже бой на инфракрасных пушках, посмотрим каково это, потому что это должно быть реально классно И я говорю вам, вы можете заменить свои World of Tanks на реальные танки и реально сражаться командами с друзьями Да, это дороже чем игра, но это уже в реальной жизни происходит, ну прокачивать здесь нельзя на самом деле Нет, ну тюнить вы можете конечно, можете там что угодно делать с танком, утяжелять его что-то, еще какие-то доработки и он будет у вас круче Всем спасибо, ссылочка на Хобби Остров в описании, смотрите, выбирайте танки Тагины есть бюджетные модели, есть модели подороже С пульками есть с инфракрасными пушками В общем-то выбор за вами, друзья мои, ждите новые ролики и ждите Танк Икс скоро на канале Пока Субтитры подогнали Симон